Приветствую вас. Я думаю, что мой коллега-брат, говоря о том, что невозможно помочь тому, кто не хочет. Вот, это действительно правда. Вот. Знаете, меня очень, на самом деле, настрашило то, как вы включились, если можно так выразиться, в этот процесс, то есть процесс, процесс помощи брату. То есть, знаете, какая штука, к вам почему-то обратилась девочка, почему-то она обратилась к вам, для чего это, зачем-то она обратилась к вам. Вот. Я не знаю, конечно, я не знаю, вот, но, как бы история такая, что получается, по факту получается, что она не может решить свои проблемы сама. Ну, получается так, что она не может этого сделать. Вот. И обращается к вам. У меня есть вопросы. Почему? Почему она не может свою личную жизнь? Да? Условно. Контролировать. Сама. Ну, не хочет брат, брат, с ней общаться. Ну, пусть не общаться. Как будто его право, всего вынтар. Пусть он придёт по итогу вообще к полному несчастью, да, своему. Пусть он, как бы, отойдёт до, там, условно говоря, дна своего. Вот. И, дойдя до этого дна, он, как бы, уже будет иметь в виду, знать, что он не справляется, что он не может. Надо обратиться к нам. Вот. К примеру. Понимаете? Какая история. Дальше. 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 Вы спасаете своего брата. Я полагаю, что вы делаете это не первый раз. вот. То есть, вы не первый раз такое ощущение, пытаетесь помочь брату. Вот. Это, скорее, негативно. понимаете. То есть, вашему брату, да, просто, чтобы вы понимали. Нужно самому дойти до каких-то вещей, как бы вы его до этого не дорастите, и возможно именно потому, что вы помогали ему ранее, он и оказался в такой ситуации, ведь не просто же так он боится близости, не просто же так он обесценивает свои чувства, ну не просто так, не просто. Вот я уверен, я уверен, что это все не просто так, вот. Поэтому здесь нужно исследовать, здесь нужно исследовать, здесь нужно исследовать в первую очередь ваше отношение с братом, и вам в первую очередь следует его не отговаривать, чтобы, по сути, вызывая у него дух противоречия, потому что, как бы, он будет сопротивляться этому, скорее всего. А наоборот поддерживая его, чтобы у него все больше и больше ваше раз слово, вот это вот противоречие, у него сейчас это противоречие есть, пусть оно растет все больше и больше. Только так можно помочь вашему брату, по факту отстранившись полностью от его проблем. Жестоко ли это? Да, жестоко. Но это единственный способ. В раздельном случае вы просто оказываетесь в треугольнике роли спасителя, и все, по сути, и все. То есть вы вот просто оказываетесь в роли спасителя, вы типа, типа пытаетесь его спасти, но у вас не получают. Вот. И не получится. И не получится. Потому что невозможно, как бы, ну, спасти человека, да, который не хочет, чтобы его спасали. Вот. Лучше прочитайте, прочитайте про треугольник Кармана. Я думаю, что вам это будет интересно. Вы увидите, как вы спасали, и вы увидите, что родители его спасали. Спасали. Знаете? Это не очень нормально с точки зрения вот, э, российских реалий, да, российских реалий. Не очень нормально, что человек видит фигуры спасителей в родных. А родные позволяют себе спасать его, то есть вы говорите, вы на полном серьезе говорите, вот может быть мне с ним поговорить, может быть мне там что-то еще. Это личная жизнь человека. Вот такая штука. Вы не устанавливаетесь, вы не устанавливали в своей семье, ну может быть не в своей семье, по отношению к брату, не знал. Вы не устанавливали личные границы. Нет такого вот подразделения, да, что вот это ты, а это я. Это касается тебя, это касается меня. Я к тебе не лезу и ты ко мне не лез. Условно, да, условно, просто условно. Такое, такое, разграничение как бы. Вот. Понимаете? Какая штука. То есть вот, 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 вот это вот. Это вот оно. Это вот. То самое. Как бы. Понимаете? И тут уж вы либо соглашаетесь с реалиями. Вот. И, ну, к примеру, да, позволяете брату действовать по-своему. Ну, либо нет. Вот и все. Ну, то есть тут, тут как бы, эээ, в свою очередь, эээ, история, эээ, такая, что, эээ, если нет, то у брата будут, эээ, проблемы и дальше. К сожалению. К сожалению. У него будет и дальше труд, трудность у него будет и дальше, эээ, сложности. Вот. Потому что он не научится, эээ, самостоятельно что-то делать. Он не научится, эээ, самостоятельно как-то, вот, себя вести. Не будет у него этих, этих навыков просто. Вот. Вот так. Примерно. Поэтому сейчас вы к брату подойдите и скажите ему абсолютно серьезно, что, братичка, ты, как бы, ну, вот, то-то-то делаешь. Да? То-то-то дело. Это твой выбор. Вот. Эээ, я уважаю твой выбор. Я хочу, что, хочу, чтобы, эээ, насчет, что ты был счастлив, если ты понимаешь, что это, эээ, даст тебе, как бы, ну, столько плюс. Вот. Вот. Что я тебя поддержу, там, с радостью и так далее. И так далее. То есть, дайте ему понять, дайте ему прочувствовать, эээ, что, то, что он делает, реально. Вот. Вот. Именно реально. Вот. Это вот ключ, ключевой такой, эээ, момент. Что это именно реально. Вот. Что он не думал, что, знаете, вот это просто игра. Он играет. Он играет, к сожалению. Вот. Играет, потому что, возможно, вы как раз таки не позволяли ему самостоятельно принимать решения. И он не научил их принимать решения. А даже при, принимая, принимая решения, он поспорно ожидает, что вы его, там, в этих решениях поддерживаете. Вот. Что, по факту, да, негативно очень. Вот. Самый, потому что, ну, ну, для его самостоятельно видно. Это очень, это очень, очень негативно, негативно. Вот. Понимаете? Вот так. Так вот, эээ, я думаю, можно вам ответить на ваши вопросы. А, вот. Которые вы задаете. В принципе, эээ, значит. Так. Давайте теперь, немножко, читаем ваш текст. Да, посмотрим. Так. Начали общаться, стали строить отношения. Что значит, стали строить отношения? Стали строить отношения, Мария. Что это значит? Как, по-вашему, люди строят отношения? На основании, ничего. То есть, нельзя строить отношения. Отслужение развивается сам с собой. Люди равно за нос кто-то объединяет. В один момент брата переклинило, их личные сблизились, боится близости, разорвался контакт, не предсказывая девочку, не видится, не разговаривает, не встречается с ней, якобы не хочет. Как говорит ей, как выглядит ситуация на самом деле? Почти ушёл в себя. Часто грустит. Почти ушёл в себя. Это, конечно, мощно вы сказали. Потому что нельзя почти уйти в себя. Человек либо уходит, либо нет. Часто грустит, пересматривает так же девочка, по глазам видишь, что любит. Это Мария. Как вы по глазам-то определяете, что человек любит? Вы видите, что человек плохо, а вот что любит, это уже немножко другое. Он сам не отрицает, но и не подтверждает. Вот это очень такой неуверенный в себе человек, мужчина. Запутался в себе, говорит, что боится, что отношения когда-нибудь закончатся. Это не любовь. Если он боится, что отношения закончатся, это не любовь. Ну, то есть, он правильно делает, что девочка с твоей осталась. Потому что он понимает, понимает, возможно, что не любит её. Такой любовью, какой надо, какой нужно, он её не любит. Он это понимает. Ну, вероятнее всего, он понимает. Мне так, по крайней мере, эта история видится. Вот. Потому что когда человек боится, что отношения вот закончатся, да, это история про страхи. А любая история про страхи, это не связано с любовью. Так, значит, ничего не получится. Вот именно. Вот именно. Отношения не подразумевают то, что он ничего не получится. Отношения подразумевают то, что человек живёт здесь и сейчас. А он не живёт здесь и сейчас. Он живёт ради чего-то, ради какой-то цели. Эта цель не девушка. В данном случае нет, не она. Так, что будет больно. Вот именно. Человек боится боли, а боли – это развитие. Знаете, человек боится развитие. Если человек боится развитие, значит, он боится расти. Если человек не растёт, он не может строить отношения. Ну, о чём всё просто. Им не судьба. Ну, это мистификация. Всё плохое для девочки. Обесценивание. Ищет какие-то недостатки, причины, проблемы рядом. Девочка чувствует себя не вверх, не трясётся рук. Ну, это всё оттуда. Девочка обратилась ко мне за советом, которого я, к сожалению, даже не могу. Я ей правил. Не надо никаких там от советов. Сделайте ещё хуже. Сами виноваты будете потом. Не знаю, как помочь брату. Послучив свои чувства. Побороть страх. Инсландаться этими чувствами без страха. Ну, страх ненужно побороть, смотри. Это у вас очень деструктивная позиция. Нельзя страх побороть. Это был страх, наоборот, нужно раскрыть, чтобы человек стал более цельной личностью. Вот. Так что не надо, так и не надо советовать такого. Девочка очень переживает. Там, походу, созависимые отношения немножко. Пробуй поговорить с братом. Бесполезно. Правильно, правильно. Мужчина понимает язык действий, а не слов. Язык действий только. Ага. Так. Отрицает ей свои чувства. Говорит, что видеть её не хочет. Сам приходит домой. Жить ли не в слезах. Ну, видимо, нравится страдать. Соответственно, был счастлив. Видимо, какую-то выгоду от этого. Кхм. Нашёл новую девочку. Сказал, что будет глушать свои чувства. Пытается проводить с ней время. Выглядит как это существование. Опять же, непонятно. А вы откуда вообще всё это знаете? От такого впечатления, что вы за личной жизнью жизни брата прям следите. Первое. Второе. Ну, совершенно очевидно, что наш брат, он наслаждается этой болью, которая у него есть, кстати говоря. Вот он боится боли, а ему больно, да? То есть как бы то, что его боятся, на то и напоролис. Вот. Ага. Так. Говорит, что больше скучаешь по той девушке. Чем больше скучаешь по той девушке, тем больше пытается заглушать свои чувства. Времопроводением снова. Я просто крупно не знаю, как помочь брату. Никак. Вам надо бы примеры. Примеры ему скорее показать, а не помогать. Эээ. Может быть, со стороны девочки какой-то поступок может помочь? Эээ. Может, но для этого нужно брата узнать. Эээ. Или я сама смогу донести до него какую-либо мысль, как помочь ему понять, что лучше отдыхать его отношения к кому-нибудь. Никак. Это разбираться делать, а за него это определённая выгода. К психологу идти, отказываться от этого вопроса вообще поднимать, да. А почему на каком основании? Сказывать. Ох ты. Эээ. То есть, что страдать лучше, а просто девушка страдает. Это его вообще не волнует. Такое ощущение, что человек очень эгоистично себя ведёт. Кстати, к сожалению. Что есть инфантин, я бы даже сказал. Эээ. Спасибо огромное за вашу помощь. Заранее очень надеюсь на вашу помощь. Ну, а поймите сами, Мария. Эээ. Какую помощь вы хотите, да? Так. Мы не знаем ваших братств. Мы не знаем историю отношений. И самое главное, что мы имеем дело не с непосредственным участникам проблем, не с непосредственным носителем конфликта, противоречивших внутри, а со встречным лицом. Мы можем только с вами работать. Мы можем с вами работать и направить ваше поведение на то, чтобы максимально обеспечить благоприятные условия для того, чтобы ваш брат, ну, увидел какие-то конструктивные вещи. Ну, вот. То есть, никак нельзя ему помочь через вас. Я вам даже больше скажу, чем больше пытаться ему помочь, тем хуже будет. Вот. А если ему помочь, покажите своим примером, как нужно строить отношения. Вот и всё. Говорите о себе. Я не говорю о нём. Говорите именно о себе. Судя по всему, ваш брат таким немножко изращенным способом получает внимание к себе. Вот. Я не уверен в этом. Но мне кажется, кажется, именно так. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку «Будро помочь». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.